Всем привет! Если ты смотришь это видео, значит тебе, как и мне, интересна эмуляция старых игровых приставок на твоем компьютере. В этом видео я рассмотрю мультиплатформный эмулятор, а точнее сказать оболочку для эмуляторов, игровых движков и медиапроигрывателей, распространяемый бесплатно, как и есть по лицензии GNU GPL V3, который позволяет запускать классические игры на широком спектре компьютеров, игровых консолей через его графический интерфейс. Настройки унифицированы, достаточно одной настройки для всех ядер. У него есть продвинутые фичи, шейдеры, сетевая игра, перемотка, настройка времени кадра и прочего. А теперь устраивайся поудобнее, мы начинаем. Для того, чтобы запустить этот эмулятор у себя на компьютере, надо его скачать. Где же его скачать? Скачивается он на официальном сайте RetroArch. Чтобы попасть на официальный сайт, открываем браузер, вводим в строку поиска RetroArch. Переходим по ссылке retroarch.com, кликаем на вкладку Download, выбираем для нужной системы, в моем случае от Windows 10, 64-битная. Также видим, на каком большом количестве платформ работает данный эмулятор. В недавнем времени появилась поддержка на PlayStation 2, скоро также эмулятор будет работать на PlayStation 4 и на Xbox One. После скачивания заходим в загрузки и нажимаем Setup. Выбираем Accept. И в моем случае я выбираю папку F, RetroArch. Нажимаю Далее. Он у меня установлен. После установки нам надо скачать ром и биосов. Ром и биосов нужны для того, чтобы беспрепятственно запускать образы игр. Образы игр PlayStation, образы игр Sega CD, образы игр Sega Saturn и прочих. Где взять? Взять можно по ссылочке, которую я оставлю в описании. Ссылка такого типа. Переходите по ней. И здесь будет папка со всеми образами ромов. Нажимаете Сохранить. Идет закачка. После закачки заходим в загрузки. Находим скачанный файл. RetroArch.System Выделяем все. Далее. Заходим в ту папку, куда мы установили. Это F.RetroArch. Заходим в папку System. И копируем все туда. Из нашего архива. Все. Теперь мы готовы к запуску. К запуску. Далее. Подключаем геймпад. Это Xbox 360. Например, в моем случае. Запустить можем с ярлыка. Либо прямо здесь в папке. Теперь мы видим, что у нас определился геймпад как X-input. Развернуть, чтобы данное окно на весь экран нажимаем на клавиатуре кнопку F. Далее здесь меняем язык. Заходим в User. И меняем на русский. Язык поменен. Далее скачиваем ядра. Скачиваем ядра-ядра для Nintendo Entertainment System. Здесь ядра есть для Nintendo DS. Для Game Boy. Для Super Nintendo скачиваем. Для Sega 32X, да. PlayStation. Можем для 3DO еще скачать. Все. Ядра мы скачали. По сути мы уже можем играть в игры. Но мы будем разбирать эту программу по деталькам. Начнем с управления. Чтобы попасть в управление сюда заходим. Вот. И выбираем комбинацию из меню. Для чего это нужно? Для того, чтобы с геймпада выйти в меню во время игры. Я выбираю L3 плюс R3. Если вы играете с клавиатурой, то это кнопка F1 на клавиатуре. Далее. Здесь мы можем поменять мертвую зону стиков. Чтобы чувствительность из меню стиков. Здесь мы меняем тип. Digital. Скажем так. Это замена левых стрелочек на левый аналог. Даже не замена, а параллельное использование. Если вы, допустим, не хотите пользоваться левыми стрелочками для управления, вы можете использовать аналог для управления этими же самими стрелочками. То есть, по сути, аналог эмулирует стрелки. Далее. Здесь мы можем отдельно забиндить на каждую кнопочку. Как это делается? Вы нажимаете крестик, либо кнопку A. Для того, чтобы выбрать, и дальше нажимаете ту кнопку, которую хотите выбрать. Например, для кнопки Left. Для кнопки X я выбираю вот эту кнопку. Здесь Select вот эту для Start, а это. Ну и так далее, впрочем. Здесь, думаю, ничего сложного нет. Все сохраняется на лету. Далее. Задержка. Задержка это, по сути, справка времени кадра. Но на современных компах тут ничего менять не надо. Здесь все по умолчению работает отлично. Сохранение конфигурации по умолчанию и выход. Это пункт меню позволяет вам при выходе сохранять конфигурацию. В принципе, тоже все понятно. Далее. Сохранение. Включаю автосохранение, автозагрузку. Настройка частоты кадров. В принципе, это перемотка. Здесь вы можете ускорить перемотку, замедлить перемотку. В данном случае стоит трехкратное увеличение скорости перемотки. Оставлю по умолчанию. Запись. Запись. Здесь изменяется качество записи и тому подобное. Но запись, по сути, не работает как надо. Поэтому использовать ее я не буду. И вам не советую. Используйте для записи сторонние программы, такие как Raps, например, или тот же ShadowPlay в драйверах NVIDIA. Экранное отображение. Здесь мы можем включить уведомления и оверлей. Я верю, что такое. Ну, вы видите, да, на иконке изображено. Это либо клавиши на экране, либо бордюры с правой и слева, которые заполняют черные пустые места из-за разницы в соотношении сторон. Я его использовать не буду. Экранное уведомление. Здесь мы можем включить уведомления, а также вывести счетчик кадров внизу в левом углу. Я выведу. Отображать количество кадров вместе с FPS. И само количество кадров нам не нужно вообще. Так, статистику. Это включение статистики позволит вам заниматься дебагом, либо каким-то поиском, отловом багов. То есть во время игры у вас будет на весь экран бежать строки кода, через которые вы уже сможете определить, в каком месте у вас игра зависает. И то есть в каком месте кода именно происходит сбой. Далее. Детали памяти. В принципе, здесь они не нужны. Тоже их включать не стоит. Это шрифт экранного уведомления. Это шрифт вот этого счетчика кадров, который у меня сейчас внизу. FPS. Также экранное уведомление подразумевает собой уведомление о достижениях каких-нибудь, похожих на Xbox Live или PlayStation Network. Можем изменить позицию, можем изменить цвет. Цвет меняется сочетанием красного, зеленого и синего. В диапазоне от 0 до 250,5 меняете циферки, соответственно, меняется и цвет. Так, фон уведомления я включу, чтобы у меня счетчик кадров было четко видно. И также фон уведомления можно поменять по цвету, например, с зелеными, у красным или синим. Цвет я не буду менять, пусть будут черные, но я изменю прозрачность и сделаю на 65%. Да, вот так вот. И возвращаюсь. Интерфейс пользователя позволяет включать-выключать отдельные пункты меню. Здесь можно что сделать? Можно выключить онлайн обновления, например. Выключить пункт меню музыка, видео, сетевую игру мне не надо. Историю просмотров я оставлю. Иппорт контента оставлю. Здесь все оставлю. И тип времени, скажем так, строки отображения даты времени, которые в верхнем правом углу тоже можно поменять. Видите, она местами можно менять. Можно отключить вообще дату. Я, в принципе, оставлю. Выходим на шаг вверх. Режим вот так. Здесь меню. Вот само меню. Заходим в пункт меню. Здесь есть динамические обои. Можно включать типа слайд-шоу. Ну, я это не использую, вам не советую. Масштаб можно менять. В принципе, меня на моем Full HD масштаб устраивает. Видите, да? Можно сделать меньше, можно сделать крупнее. Если вы на вашем телевизоре мелко и вы не видите задалека, то можете сделать покрупнее. Например, там 110 или 120%. Я оставлю 100. Можете поменять шрифт, если вас не устраивает. Меню layout. Так, настройка. Ну, пусть консол будет. Select the different layout. Честно, не знаю, как перевести. Какой-то задержка, что ли. Он так. Монохром. Тема значка меню. Тема значка меню. Монохромный по умолчанию. Можем поменять его на такие. Такие. Ну, здесь шрифт не поддерживается. Я оставлю по умолчанию монохромный. Тени у иконок оставим. Шейдерный фон. Вот, мы можем поменять шейдерный фон. По умолчанию стоит лента. Можем сделать синежок. Боке. Я поставлю боке. И сделаю его темным. Чтобы лучше было видно текст. Далее, бокс-арты. Это, по сути, обложки. Ну, и бокс-арты так и они не называются. Отображение в левом углу. И вертикально над бокс-артом. Можем все это включить. Вот здесь можно выбрать скриншот или экран заголовков. Бокс-арт. Давайте бокс-арт оставим. Можно миниатюры тоже оставить бокс-артами. Ладно. Возвращаемся. Так, дополнительные настройки включим, чтобы увидеть больше расширенные настройки. Скажем так. Режим киоска. Он нужен для того, чтобы никто не смог поменять те настройки, которые вы уже изменили. Изменили. Блокируется, скажем так, паролем. Защищается от несанкционированного изменения. Паузу при активации меню оставляем. Это будет... Игра ставится на паузу, когда мы будем выходить в меню. Не работать в фоновом режиме оставляем. Компоновку рабочего стола можете отключить для экономии ресурсов видеопамяти. Если у вас, например, слабая видеокарта или... Да, если у вас слабая видеокарта, вы хотите поиграть, например, с какими-то хорошими шейдерами, с хорошей обработкой шейдерной. Вам не хватает мощей видеокарты. Возможно, отключение компоновки рабочего стола вам маломальски поможет. Отображать меню на рабочем столе. Оно включено по умолчанию. Что за меню? Это дашборд, через который тоже можно управлять этим эмулятором. Про этот дашборд я рассказывал в отдельном видео. Ссылочку оставлю. Посмотрите, как им пользоваться. Там же в этом видео я рассказывал про то, как через этот дашборд обновлять обложки. Искать их для разных игр. Далее. Отображать меню на рабочем столе при запуске. Это тот самый дашборд тоже. Но он уже будет при запуске запускаться. Нет, мне это не надо. Я не включаю. Далее. Здесь мы были сейчас только что в интерфейсе пользователя. Здесь есть экран отображения. Мы были. И все, в принципе. Power Management здесь не работает. Потому что у меня компьютер, в принципе. Это Power Management настройка нужна только для Android устройств. Для экономии батарей. Достижения мы включим. Но работать они не будут. Потому что нам надо будет создать аккаунт на сайте retroachievements.org. Который вот он написан в описании этого пункта меню. Там надо будет создавать аккаунт. И вот здесь мы его должны вбить. Логин и пароль от того самого аккаунта. Поэтому в моем случае использования не нужно. Сеть. Далее. Анонсировать NetPlay. Здесь можно играть по сети. Такие в игры двухмерные. Типа. Там. Сеги. Типа. Нинтендо. Но. Оно по сути. Очень плохо работает. И. В текущем времени. Оно. Не актуально. На мой взгляд. Я пробовал в локальной сети. Даже в локальной сети задержки очень жесткие. Такие что игроки не могут синхронизироваться между собой. Плейлисты. Это истории запуска. И ну и сам размер истории. Сколько он будет файлов хранить. Там. От 0 до 1000. Легко. Можно переименовать записи. В принципе. Старый формат плейлиста. Я не знаю. Зачем он нужен. Наверное. Для старых. Версий эмулятора. Чтобы можно было легко перенести. Сохраненные плейлисты. С одного. С этой данной версии эмулятора. На старую версию эмулятора. На какой-нибудь приставке. Например. На PlayStation 3. Там. Впрочем. Ну. Нам это не нужно. Далее. В пользователе. Я вам уже показывал. Это. Сначала начнем с конфиденциальности. Здесь есть какой-то Discord. Можно поддержку Discord включить. Ну. Не знаю. Насколько она работает. Наверное. В чем заключается поддержка Discord. В том. Что. Скорее всего. У вас будет оверлей какой-то вылазить. Как в других играх. Отображающий. Вашего собеседника. С которым вы в Discord общаетесь. Либо отображающий всех людей с Discord. По сути. Актуально для игры через интернет. В большом количестве. Например. До четырех игроков. Да. Легко. Но. Я. Как уже упоминал. Игра через интернет. Работает. Ну. Не очень. Может. Уже она. В этой версии получше. Ну. Пока. Так. Не очень было. В версии 1.7.4 точно было не очень. Так. И. Кросс-платформа. То есть. Между Android версией. И компьютерной версией. Довольно. Проблематично. Синхронизировать. Именно игру. Возможно. В будущем. Я еще раз попробую. И если будет хорошо работать. Я запишу отдельное видео. По тому. Как настроить данный эмулятор. Для игры. По сети. Аккаунты. Соответственно. Аккаунты. Ютуб и Твич. Для того. Чтобы стримить. Прохождение. Вашу игру. Ну. Тоже. Так себе. Мотивация. Никакой мотивации нет. Стримить через. Сам эмулятор. Можно стримить через ОБС. Компьютера. И поэтому. Данная функция не нужна. Имя пользователя. Это имя пользователя. Который будет отображаться при игре в сети. То есть. По сути. Ваш ник. Ну. И язык. Соответственно. Директория. Что здесь. Здесь. У нас настраиваются пути к папкам. Соответственно. Путь биосов. У нас. Вот такой. System BIOS. На диске F. Загрузки. Ресурсы. Браузер файлов. Браузер файлов. Я выбираю Disky. Потому что у меня там все образы. Хранятся. Остальное все. Все можно оставить по умолчанию. Каталог с записями. Если вы вдруг. Не дай бог. Заходите записать видео. Можете попробовать изменить каталог с записью. Я буду только надеяться. Что у вас все получится. У меня не получилось. Можно. Можете я что-то не так сделал. В принципе. Это все основные настройки. Которые здесь были. Журнализирование. Это появилось после активации дополнительных функций. Опций меню. Оно. Ну как. Оно нужно только для тех. Кто будет в этом муле разбираться. И в принципе они и сами это все знают. Для нас. Для обычных пользователей. Это не нужно. Настройка сохранений. То есть это я уже. Обложки с сохранением. Автосохранение. Это я уже показывал. Вот помимо вот этих верхних настроек. Интервал автосохранений. Можно теперь менять. Потому что я дополнительные настройки включил. И еще вот несколько пунктов появилось. С темной файлы директории с контентом. Ну то есть. Можно сделать так. Чтобы файлы сохранений записывались. В папку с игрой. В принципе основные настройки я вам показал. Теперь можно будет запустить игру. И посмотреть как это будет работать. Для этого нам надо. Либо запустить ее отсюда. Через загрузить контент. Для этого загружаем контент. Помните. В настройках директории указывал ссылку на папку с играми. Так вот. Эта ссылка она вот здесь. Избранная. То есть кликая сюда я попадаю именно на ту самую ссылку. И вот этот диск. На который я указал. Здесь у меня папка ROMs. Здесь хранятся все ROMs от старых консолей. Кроме PlayStation. PlayStation у меня хранится вот здесь. PSX Games. Можно запустить вот так вот. Допустим. FC Ultra. Это по сути дэнди. Это по сути не дэнди. Коми ком компьютер. В Японии был. У нас называлось дэнди клон. Можно запустить отсюда. То, что вы сейчас видите. Это картинки, которые хранятся вместе с файлами игры. Я их специально закачивал. У вас такого, конечно же, не будет. Если только вы сами не загрузите их. Ну, попробуем SEGA запустить. Допустим. Ну, Zero Tolerance. Пусть будет. Так, далее. При запуске ROMа. При первом запуске первичном. Нам предлагается выбрать эмулятор. Через который мы будем, собственно, играть. Эмулятор выбираем тот, который нам нужен. То есть, если мы запустили ген SEGA, да? То мы, соответственно, SEGA и выбираем. Звук громкий, потому что... Потому что я не настроил два... Я пропустил два пункта. И сейчас мы к нему вернемся как раз. Вот эти пункты три даже. Это драйвер, видео и аудио. Здесь мы настраиваем внешний вид и звук. Все просто. Заходим в аудио, убавляем громкость. Но работает эмулятор так, что... После убавления громкости нам необходимо его перезапустить. Что ж. Давайте его перезапустим. Как мы помним, при выходе у нас настройки сохраняются. Поэтому можем не переживать за это. Выходим просто. И еще раз кликаем. Запустили по второму разу. Теперь звук должен быть нормальный. И мы видим, что у нас пропали пункты меню, да? Которые я отключал. Это музыка, видео и картинки. Вот. Для того, чтобы они исчезли, надо перезапустить, собственно, эмулятор. Как загружать через контент отсюда, я вам показывал. Да, в принципе, это диски. Просто лазите по диску, там, допустим, вот. Либо так это делаете, да? Через дискай, либо через избранное. А что такое загрузки? Загрузки, собственно, это папка с загрузками, куда вы можете сохранять все ромы вперемешку. И они будут храниться вот там. Либо можете сделать там иерархию этих папок. Для каждой системы отдельную папку сделать. Для Genesis отдельную, для Denti отдельную. И они будут доступны в папке Download. В самом ретро-архе внутри. Если вам лень, скажем так, подключать там какие-то диски или лазить по ним. Но это все вам не потребуется, если вы сделаете коллекцию. Как сделать коллекцию? Коллекция, по сути, сканирование. Чтобы отсканировать каталог, нажимаем эту кнопочку. Выбираем каталог, который хотим сканировать. В моем случае это 32X SEGA. Заходим и выбираем сканировать этот каталог. Все, видите, побежали у нас строчки. Сканирование завершено. И можем отсканировать еще, допустим, какой-нибудь... Что там SEGA... Нет, Super Nintendo, допустим, можем отсканировать. Правда, их там много игр. Наверное, долго будут сканировать. Ну, а пока сканировать, мы можем все равно пользоваться меню. В принципе, ничего плохого в этом нет. Выходим, выходим. Помимо такого, вот видите, он сканировал 32X, и у нас появилась колоночка с 32X играми. Мы можем сканировать вот здесь. Есть отдельная колонка, сканировать каталог. Можем вот так сканировать. Можем через это меню сканировать. Через загрузить контент. Кому как удобнее. Пока идет сканирование, можем запустить что-нибудь и проверить работу шейдеров. Запустим на примере... Виртуал-то нету, да? Виртуал-то нету. Он в другой папке, значит, хранится. Ну, давайте что-нибудь тогда из того, что есть. Запустим Star Trek. Убираем опять. И теперь раз запускаю игру, и нужна ассоциация файлов. Запускаем Sega. Так, это у нас 32X. Видим, что пиксельно все, да? Как это исправить? Чтобы это исправить, достаточно включить шейдер. Заходим сюда. Выбираем один шейдерный проход. Выбираем сам шейдер. Значит, что такое? CG, что такое GL, сленг. Это языки, на которых написаны сами шейдеры. CG это язык, разработанный Microsoft и NVIDIA, а GL это OpenGL Language. Поэтому я выбираю OpenGL. Выбираю вот такой вот шейдер. Scale HQ. Выбираю 4-х кратный. И выбираю ближайший тип фильтра. И 5. Масштаб выбираю 5X. Применяю шейдер. Все. Шейдер, по сути, должен примениться. Возвращаемся в игру. А вот видите, да? Изображение стало сглаженным и четким. Текст стал сглаженным. Вот так работает шейдер. Изображение очень четкое. Далее. Так. Сканирование. Нам почему-то только одну игру. А, нет, не одну. Это какая-то самик... Отдельная, в общем, игра. Не на картридже, видимо, была. Вот она, Super Nintendo. Еще что? Еще надо попробовать кое-что настроить. Это кнопки. Здесь у нас в данном случае настроено на 3-кнопочный пульт от Sega. Надо на 6-кнопочный настроить так удобнее. И включить мега-сиди-рам-карт. Это особенность именно той консоли. Мега-сиди-рам-карт это расширение карты. Расширение памяти для мега-сиди. Все. Это я сделал. Так. Ну, игра, я даже не знаю, как мне играть. Это какая-то полус, то ли стратежка, то ли что. Что еще здесь? Я вам показал аудио, когда звук меняется, громкость. Также в аудио есть... Аудио-плагин DSP. То есть для улучшения звука. Можем бас-буст включить, например. И слышите, звук достал такой тихий, но при этом басы добавились. Можем любой другой плагин подрубить. Вибра, то там, не знаю, давайте какой-нибудь такой особенный. Хорус, например. Нет, даже с хорусом не очень звук. Так, ладно, ставим чиптюн тогда. Он очень громкий, видите? Чиптюн он... Бустин громкость. Ладно. Выключить. А как вот выключить вот этого, я пока не знаю. Ставлю тогда... Эквалайзер. Пусть так будет. Так, и... Теперь перейду к пункту видео. Здесь мы можем изменить разрешение экрана. Здесь мы можем включить и выключить оконный режим. Также можем соотношение сторон поменять. Например, вот так, вот так, вот так. Видите, да? На заднем плане меняется. Сколько там, например, 19 на 14. Или... Такой вот, узкий. Ну, я оставляю по умолчанию. Это Core Provided. То есть, ядро само решает. Далее. Принудительно с RGB-оу. Это... Принудительно включать SuperRGB. Некоторые драйверы Intel OpenGL на Windows испытывают проблемы с поддержкой с RGB. Включение настройки может обойти проблему. То есть, если у вас проблемы с RGB, да, попробуйте вот такую функцию. Игру можно закрыть. И драйвер. Что за пункт драйвер? Драйвер здесь, по сути, можно просто выбирать из предложенных драйверов. Это драйвер ввода. Директ инпут. Это, по сути, драйвер геймпада и прочего. Для компьютера он по умолчанию директ инпут. И менять его не стоит. Драйвер геймпут... Ну, то есть, драйвер клавиатуры, это мыши. А вот драйвер x-input, это драйвер геймпада уже. Вот так правильнее. Так, видеодрайвер это GL. Либо Vulkan, например, можете использовать. Либо Direct3D12. Вот один из этих трех можете использовать. Vulkan дает хороший прирост на Windows 10. На Windows 7 этих, скорее всего, не будет драйверов. Либо они не будут работать. Ну, можно Vulkan включить. Давайте Vulkan включим. И... Все остальное, в принципе, менять нет смысла. Все работает. Драйвер записи 1, и он работает плохо. Ну и все. Вот. И хотел бы я еще... Что в драйверах? Я хотел бы драйвер меню показать вам. Вот драйвер меню. XMB в данном случае это клон... PlayStation-ского вот этого. Как он? Cross Media Bar называется, по-моему. Вот. Сейчас он стоит. Это вот эта оболочка. Можем, если вам, допустим, неудобно лазить по ней, или вы путаетесь, теряетесь, вы можете поставить Ozone. Очень тоже удобной оболочкой. Чтобы она встала, надо выйти. Запустить еще раз. Сейчас она будет. Вот, видите, как Ozone оболочка выглядит. Это драйвер меню. Здесь чем удобно? То, что очень похоже на обычный проводник в винде. То есть слева у нас основные пункты меню, да? Все как бы раздельно и четко. А справа у нас уже под пункты меню. В принципе, здесь из минусов только то, что обложек не видно. Обложки видны только, наверное, в XMB версии. Драйвера. Но лазить здесь намного удобнее, быстрее и приятнее. Что тут можно запустить из Super Nintendo? Давайте запустим какую-нибудь игру. Battle Ports. Пусть будет. Запустить. Так, не работает. Почему-то не работает. Раз. А вот эта версия работает. Другой Battle Toads, видимо. Еще раз зайдем в шейдеры. Посмотрим, почему-то шейдеры не применились. Включаем проход. Шейдерный. Scale HQ. Смотри-ка, GLSL не работает шейдер, что ли здесь? А, я понял. Из-за того, что мы поменяли драйвер изображения, мы поменяли его на вулкан, у нас теперь шейдеры не работают. Нам надо использовать CG шейдеры, чтобы они работали, скорее всего. Но тоже не факт, что они будут работать. Да. Посмотрим, может сленг шейдеры будут работать. На вулкане-то. Вообще вулкан хороший прирост. Да. Вулкан хороший прирост дает. Производительность. По крайней мере, на примере эмуляции Nintendo Wii, это точно видно. Так, я применил шейдер. Все. Отлично. Все работает. Мы их вернем профессору. Так, а как бить? Отлично. Звук такой, да? А если бас-буст включить? Это было у нас в настройках аудио. Здесь настройки. Аудио. Добавим аудиоплагин DSP. Изменим его на EQ. Точнее, с EQ на бас-буст. Все. Назад. Слышите, бас добавился. Если вы в наушниках, вы должны разницу почувствовать. Так. Прям удары такие бум-бум получаются. Можно, в принципе, использовать вот этот DSP-плагин и добавить, например, чуть-чуть громкости. Потому что с этим плагином звук потише стал. Ух ты ж, ёк-макарёк. Так. В принципе, все нормально. Обратно меняю драйвер. С зоной XMB. Потому что он мне эстетически нравится больше. Опять надо выйти из программы, запустить её. И последние, вот, кстати, последние игры, которые я запускал. Можем мы из этого списка запустить любую игру. Например, запускал за ротолеранс, но мы так и не увидели. Давайте запустим её. Далее. То есть, выходя в меню, мы можем сохранить состояние. Теперь мы подождём, да? Так, стоп. Вот идёт загрузка. Теперь я выхожу в меню. Нажимаю здесь букву А на своём геймпаде. И выбираю «Загрузить состояние». Видите, я вернулся в то место, где я сохранился. То есть, в любом месте можете сохраняться. Что ещё здесь? Можно слот поменять. Сохранение. Ну, слотов. Много. Хватит на всё. Для чего слоты нужны? Для того, чтобы одну и ту же игру сохранить. Несколько сохранений. То есть, сделать несколько сохранений одной и той же игры. Для этого нужны слоты. То есть, сами понимаете, да? Сколько можно здесь слотов сделать? Очень много. Можете просто скриншот сделать игры. Оп, скриншот сделал. Запустить запись, запустить стриминг. Ну, это уже пятое-десятое. Далее, что здесь есть? Здесь есть элемент управления. Можем аналоговый включить режим. Либо просто обычный цифровой на геймпаде. Но это актуально для PlayStation игр. И других игр, типа Dreamcast, там, Nintendo Wii, где есть аналоговый геймпад. Далее, есть управление диском. Если у вас игра на двух дисках, вы можете менять диски. Можете вынуть диск и вставить, добавить другой образ, например. От PlayStation. В принципе, все, что надо, я вам рассказал. Давайте попробуем, что ли. Сейчас это закроем. Сейчас попробую запустить PlayStation. Sky. И какую-нибудь игру. Да любую игру давайте. Запустим. Экин. Вот, я выбираю здесь PlayStation. Ядро. Намка предлагает. Хорошо. Спустилась. Почему-то 59 кадров идет. Не знаю, в чем причина. Вот 60. Ну, выберем какой-нибудь там, не знаю, бойца вот такого. Пусть Брайан будет. Слышите, как звук изменился из-за бас-буста. То есть, плагин DSP добавил нам баса. Иди сюда, Хуаранг. Ну, качество, конечно, эмуляции PlayStation, оно не такое хорошее, как у эмулятора Enhanced PlayStation эмулятор. Но, в принципе, играть можно. Если вы играете на большом экране, то даже с таким качеством будет выглядеть очень даже приемлемо. То есть, этот эмулятор можете подключить компьютер к большому телевизору, подцепить геймпад и играть в свое удовольствие. Меняя образы, меняя игры. Да что ты? Ты какой-то... Ты что такой злой? Дайте ударю розовку. Отлично. С коленочки. Отлично. Надеюсь, на основные вопросы в этом видео я ответил. Если это так, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и напишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, что бы еще добавить. Возможно, я не все рассказал или вам что-то было непонятно. В общем, жду вас в комментариях. На этом все. И до новых видео. Всем пока. Ах да, чуть не забыл. В комментариях вы меня спрашивали, где взять ромы и образы. Вот. Сейчас я вам покажу сайты, с которых вы можете скачивать ромы. Один из них это FreeEase.org. Здесь вы можете скачать в основном образы PlayStation. Что характерно, здесь для каждой игры есть удобное и подробное описание. Также здесь люди делятся комментариями. И частенько пишут свои отзывы о том, как данная игра работает на том или ином эмуляторе. Скачивается просто. Нажимаете скачать и попадаете в раздел Яндекс.Диска. Скачиваете оттуда, либо с Google Drive. Скачиваете оттуда, либо скачиваете оттуда, либо скачиваете оттуда, либо скачиваете оттуда. Также здесь есть другие разделы. Игры есть рипы, то есть это маленькие образы с вырезанными видео и музыкой. Есть полные образы. Даже демо есть. Сборники на несколько игр. Можно поискать по категориям, выбрать другие приставки. И, насколько я помню, здесь есть еще и для Сеги. Да, вот для Сеги русифицированные версии. Чем хорош этот сайт? Тем, что все, большинство версий здесь русифицированы. Также есть вот такой сайт. Это Nintendo Moisu. Здесь вы можете скачивать игры для Game Boy Advance. Тоже русифицированные. Также есть игры для других консолей. Список вы видите сами. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новых видео. Всем пока.